Всем привет! У нас сегодня нестандартный автомобиль, это Maserati Quattroporte, но это не простой Quattroporte, это версия GTS, 500 с копейками лошадиных сил на заднем приводе. Ну и по названию, я думаю, вы уже поняли, о чем будет идти речь. У итальянцев это свой S-класс. Я просто не знаю, насколько корректно сравнивать его, например, с такого же года выпуска S-классом, то есть это 222 кузов, но в принципе по цене изначально вот этот Quattroporte стоил как S-класс 222, поэтому я думаю, что вполне себе можно это дело сравнить. Но у итальянцев свое видение вообще, как должен выглядеть автомобиль S-класса, поэтому тут уже, я думаю, что нет смысла как бы спорить, лучше или хуже, тут надо просто принять, ну и отметить для себя, нравится или не нравится. В общем, сейчас вам покажу, как все выглядит, технические характеристики я вам уже рассказал. Если кому-то интересно, можете загуглить. Ну, все дело в том, что редкий белый цвет, и поэтому я решил все-таки вам тоже показать, потому что для Мазерати белый цвет это скорее всего исключение, чем правило, потому что во всяком случае машины, которые поставлялись на наш рынок, они в основном квадропорта, они темных цветов. Белый такой, наверное, какой-то скорее южный вариант. Показываю вам уже не первый раз, так скажем, в этом видео вот эти вот колеса. Это 21 колеса, это именно дизайн версии GTS, у них два вида дизайна, но это, мне кажется, самый красивый. В плане вот внешнего вида, красоты итальянцы реально умеют делать вещи. Касаемо качества, ну, качество вы сейчас сами понимаете, качества сейчас нет ни у кого, поэтому про качество, наверное, вообще можно забыть, да, что такое автомобиль и качественное. Ну, если, может быть, какие-нибудь маленькие автомобили типа Volkswagen Polo, где особо нечем ломаться, вот в этом случае, может быть, качественный автомобиль будет какой-то. Но 2013 года автомобиль, внутри, конечно, уже, на, так я думаю, современный взгляд, достаточно допотопно. У Maserati есть, конечно, минус после того, как Fiat купил Chrysler и все барахло, которое вместе с ним причиталось, ну, видите, на квадропорты перешли многие вещи из Chrysler, типа всяких кнопок. За это очень и очень большая критика была со стороны блогеров. Но поймите, что любому производителю, тем более автомобильному, как-то тоже надо выживать, тем более, если у тебя уже есть какой-то актив в виде того же Chrysler, ну, конечно же, надо от него какие-то вещи применять и в другие свои автомобили. Но мне кажется, что для квадропорта могли бы сделать это все дело индивидуально и потом это чередовать там с той же Гибли и Леванты. Но вот как раз на все эти перечисленные машины, вот эти всякие, не побоюсь этого слова, стрёмные кнопки, они перекочевали как раз из Chrysler, а это большой минус. Плюс в том, что здесь оригинальный натуральный кожаный салон, это плюс. Дерево, я тоже думаю, что скорее всего будет натуральное, потому что у Maserati, как правило, на этом деле не экономят. Но могу вам сказать одно, по обслуживанию этот автомобиль будет дешевле, чем Mercedes S-класса, потому что здесь меньше электроники, здесь надежнее подвеска, она здесь проще. Ну, если рассматривать оригинальные запчасти, то, например, здесь нижний рычаг стоит 500 евро, я думаю, что на 222 кузов нижний рычаг оригинальный будет стоить, ну, по меньшей мере, столько же. Поэтому, в принципе, я думаю, что в этом отношении вещь конкурентоспособная. Ну, опять же, основной момент, почему такие машины покупают, по какой мотивации, я думаю, прежде всего потому, чтобы иметь автомобиль не как у всех, но он по размеру крупный, достаточно крупный, он неплохо едет, все-таки 500 сил плюс, у него есть неплохой звук, ну, и достаточно надежный, как я вам уже говорил. По мотору, например, в отличие от Mercedes 5-литровых, здесь особенно нареканий нету. Один раз мы ремонтировали мотор, человек поставил неоригинальный масляный фильтр китайского производства, случилась беда. И один раз мы делали двигатель, вариаторы фаз, причем это был первый случай в России, и я так понимаю, что после этого к этим вопросам пока еще больше никто не возвращался, хотя пробеги на этих машинах уже в большинстве своем 100+. Поэтому, в целом, автомобиль адекватный по надежности. Есть проблема с передними фарами, перегорает в фаре диод, и он отдельно не меняется, нужно менять, собственно, всю фару. Фара стоит 200 копейками тысяч евро, но сейчас на любой современный автомобиль, опять же, я думаю, что любой это подтвердит, что это средняя цена фары для любого современного автомобиля. Вот сейчас я вам только что показал Maserati 4200, по сравнению с этим автомобилем, именно, чтобы вы понимали размер, ну, он, конечно, намного превосходит по размеру, чем 4200. Ну, и опять же, цвет, цвет интересный, здесь вам, может быть, покажется, что это белый перламутр, но на самом деле это ярко-белый, просто освещение чуть желтит, поэтому такой вот внешний вид. Ну, а по поводу салона, бывают проблемы вот с этими ручками дверей, но это не часто, ну, и многие пишут, что лучше бы, наверное, в цвет кузова эти ручки дверей, ну, соглашусь, наверное, это будет лучше, но опять же, такой момент, то, что задний привод для наших непростых погодных условий, это не очень, наверное, адекватно, потому что лучше был бы, наверное, полный привод, как на версии SQ4, там, кстати, полный привод работает вполне себе корректно, и проблем с ним никаких не случалось, опыт уже достаточно большой эксплуатации. Ну, двойные стекла, ну, в принципе, здесь все атрибуты S-класса есть, ну, естественно, что чуть-чуть так все это выглядит архаично. Ну, на сегодня у меня пока все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ну, и как вам вообще понравился ли этот GTS, тоже пишите в комментариях, будет интересно. Всем пока, всем здоровья!